В российском Белгороде утром 12 мая произошел сильный прилет. Как сообщают российские телеграм-каналы, на улице Щерса снаряд попал в жилой дом. В результате удара разрушен целый подъезд. Отмечается, что есть угроза обрушения всей многоэтажки в Белгороде. По данным телеграм-канала Шот, минимум 15 человек могут находиться под завалами. Всех жителей сейчас экстренно эвакуируют. По предварительным данным, есть погибшие. Как пишет украинский блогер Денис Казанский, кадры из Белгорода теперь один в один напоминают кадры из Днепра, Умани, Харькова и Мариуполя, где российская армия била ракетами и бомбами в жилые дома, обрушая целые подъезды. По его словам, масштабы ударов в Белгороде таковы, что, вероятно, произошел внештатный сход боеприпаса. Казанский считает, что это могла быть фугасная авиационная бомба. Ранее в российском Белгороде вечером 11 мая гремели мощные взрывы. Местные телеграм-каналы сообщили о нескольких прилетах в городе. Один из ударов пришелся по двору жилого дома на бульваре Юности. После громкого взрыва там начался пожар. Также сообщается о прилете в дом на улице 60 лет Октября. Прилетела и по двору на улице Губкина. Во многих домах взрывной волной повыбивало окна. Вот она, пятиэтажка, впереди меня. Везде окна выбиты. Повреждены также здания нескольких торговых центров. Под обстрел попали автобусы, сгорело несколько автомобилей. Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, всего повреждено более 300 квартир в 85 жилых домах. Кроме того, стало известно, что российская ракета могла упасть на Белгородскую область в ночь на 11 мая. Как пишет телеграм-канал Астра, белгородские паблики опубликовали видео пуска и падения ракеты над городом. Однако информагентство бел.ру удалило пост. Отмечается, что это единственная публикация, которую издание убрало с своего канала с начала обстрела города. Также в ту ночь Минобороны РФ отчиталось избитие 21 ракеты РСЗО «Вампир» и 9 БПЛА. Однако на кадрах из Новосадового видна гигантская воронка, которая не характерна для РСЗО и дронов. Кроме того, в ночь на 12 мая под атакой дронов оказался Волгоградский НПЗ в России. В сети появились кадры масштабного пожара на месте события. Как сообщает издание РБК «Украина» со ссылкой на источники, этой ночью были атакованы три объекта РФ. Все атаки – спецоперация Главного управления разведки Украины. Отмечается, что кроме Волгоградского НПЗ была атакована база «Калуга-нефтепродукт» и Новолипецкий металлургический комбинат. Военные цели, как сообщил источник, были поражены. Редактор субтитров А.Семкин